Шамати, статья 15. Что означают другие боги в работе? Написано, не создавай других богов перед ликом моим. И Зор поясняет, что нужны камни для взвешивания ее. И спрашивают об этом, как с помощью камней взвешивают работу, чтобы тем самым узнать свое состояние на пути Творца. И отвечает, ведь известно, что в то время, когда человек начинает работать больше, чем привык, тело начинает брыкаться и всеми силами противиться этой работе, поскольку отдача для тела ярмо и тяжкое бремя. И оно не может вынести этой работы. А противодействие тела выражается в человеке появлением посторонних мыслей. И он начинает задавать известный вопрос. Кто и что? Кто такой Творец ваш? Что дает вам эта работа? И по поводу этих вопросов человек говорит, что, конечно же, все эти вопросы посылает ему Ситра-Ахра – нечистые силы, чтобы помешать в работе. Если же человек говорит, что они приходят от нечистых сил, то нарушает написанное – не создавайте других богов пред ликом моим. А смысл в том, что человек должен верить, что вопросы эти приходят от Святой Шхены, потому что нет никого, кроме него. И Святая Шхена раскрывает человеку его истинное положение, показывая, идет ли он по пути Творца с помощью того, что посылает ему эти вопросы, называемые посторонними мыслями. То есть, с помощью этих посторонних мыслей она видит, как он отвечает на эти вопросы, которые считаются посторонними мыслями. И все это человек должен знать, понимая свое истинное состояние в работе, чтобы знал, что делать. И это похоже на историю о том, как один приятель захотел узнать, насколько его друг любит его. Конечно же, лицом к лицу друг скроет себя из-за стыда. Поэтому человек подослал кого-то, кто будет засловить тому о друге его. И тогда он увидит реакцию своего приятеля, в то время, когда тот далек от своего друга. И тогда человек сможет узнать правду, в какой мере друг любит его. А смысл в том, что когда Святая Шхена показывает человеку свое лицо, то есть Творец дает человеку жизнь и радость, в таком состоянии человек постесняется сказать, что же он думает по поводу того, чтобы работать ради отдачи и ничего не получать для себя. Тогда как не перед ее лицом, то есть когда жизнь и радость остывают, что означает не перед ее лицом, тогда человек может видеть свое истинное положение с точки зрения отдачи. И если человек верит, что нет никого, кроме него, как написано, а все посторонние мысли посылает ему Творец, то есть лишь он действует, то, конечно же, уже знает, что делать и как ответить на эти трудные вопросы. И это выглядит так, будто она посылает ему посланцев увидеть, как он злословит о ней, о своем царстве небес. Так это можно объяснить. И человек может понять, что все исходит от Творца. Ведь известно, что эти посторонние мысли, которыми тело давит на человека, не приходят к человеку в то время, когда он не занимается работой. Эти давящие мысли, которые приходят к человеку в настолько явственном ощущении, что просто роятся в его мозгу, появляются как раз после необычайно большого продвижения в Торе и работе. И это называется камни для ее взвешивания. То есть камни эти падают ему в мозг, когда он хочет понять ответ на эти вопросы, ведь он собирается теперь взвесить и оценить цель своей работы. А действительно ли стоит работать ради отдачи? И работать, отдавая душу свою и всего себя так, чтобы его единственным желанием была лишь надежда, что если приобретать что-то в этом мире, так только с целью работы, ради доставления удовольствия Творцу, а не ради чего-то материального. И тогда начинается острый спор, когда он видит, что то одна сторона перетягивает, то другая. Дословно, и здесь лицо, и там. И об этом предупреждает сказанное. Не создавайте других богов перед ликом моим, чтобы не сказали, что другие боги дали вам камни взвесить с их помощью вашу работу. А перед ликом моим, то есть человек должен знать, что это мой лик. И это для того, чтобы человек увидел истинную форму основы и фундамента, на котором строится здание его работы. И основная тяжесть, которая есть в работе, возникает из-за того, что эти два высказывания противоречат друг другу. Первое. Ведь с одной стороны, человек должен стараться, чтобы вся его работа была направлена на достижение слияния с Творцом, чтобы каждое его желание было лишь доставить удовольствие Творцу и ничего для собственной пользы. Второе. С другой стороны, мы видим, что это не основная цель, ведь цель творения заключалась не в том, чтобы творения отдавали Творцу, поскольку он не испытывает никакого недостатка и не нуждается в том, чтобы творения давали ему что-либо. А напротив, цель творения определена желанием Творца насладить творение, то есть, чтобы творения получили от Творца наслаждение и благо. И две эти вещи противоречат друг другу, будучи далекими, как говорится, словно полюс от полюса. Ведь с одной стороны, человек должен отдавать, а с другой стороны, человек должен получать. Иными словами, с точки зрения исправления творения надо достичь слияния, которое определяется равенством свойств, чтобы все его действия были только ради отдачи, после чего можно выполнить цель творения, получать от Творца наслаждение и благо. Поэтому, когда человек воспитал в себе привычку идти путем отдачи, то, разумеется, нет у него келим получения. А в то время, как идет путем получения, нет у него келим отдачи. Однако, с помощью камней для взвешивания ее, он обретает и те, и другие келим вместе, так как после претензий и разбирательства, которые возникли у него во время работы, после того, как преодолел свой эгоизм и принял власть Творца над собой, достигнув отдачи и в сердце, и в разуме, теперь, когда он собирается притянуть высший свет, есть у него уже твердая основа в том, что все должно быть ради отдачи. Поэтому, даже если получает какое-то свечение, тут же получает его ради отдачи. И это потому, что вся основа его работы построена исключительно на отдаче. И это называется получением ради отдачи. Смотрите далее www.kabala.info или отдача. Смотрите далее в следующем году. Смотрите далее Смотрите далее